Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Пахомов сообщил на своих официальных страницах в соцсетях. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Что касается жилищного сектора экономики, о котором говорил премьер, минувший кризисный год не сказался ни на объемах строительства жилья, введено более 80 миллионов квадратных метров, ни на его доступности. Более того, почти полмиллиона граждан сумели приобрести жилье с привлечением заемных средств по самой низкой ипотечной ставке за всю историю современной России. Безусловно, этому способствовал ряд мер поддержки строительной отрасли, принятых правительством ранее, субсидирование ипотечной ставки, появление льготной ставки для отдельных категорий граждан и развитие других ипотечных программ и продуктов. Поэтому логично, что правительству и Госдуме предстоит вновь рассмотреть вопрос о продлении льготной ипотеки в нашей стране. Решение мы должны принять уже в эту сессию. Важным для развития строительной отрасли стала отмена многих регуляторных актов в сфере контроля и надзора строительства. Устаревшие и излишние нормы, тормозящие жилищное строительство, многие из которых были приняты еще в советское время, наконец-то будут сокращены на треть. Также премьер прокомментировал снижение предельных расходов граждан на ЖКХ. Мы были услышаны. Наша инициатива о снижении до 15% доли допустимых расходов на оплату ЖКХ для малоимущих граждан будет рассмотрена на федеральном и региональном уровнях. По словам главы правительства, на субсидии на оплату ЖКХ только в 2019 году было выделено порядка 70 миллиардов рублей, поэтому у регионов есть возможность увеличить объемы субсидирования. В своем отчете Михаил Мишустин обозначил еще одно важное направление деятельности на ближайшие 10 лет. Сокращение вдвое отходов, направляемых на захоронение, мы уже приняли ряд мер, которые позволили запустить мусорную реформу в нашей стране. Уже сейчас ведется работа по ликвидации и рекультивации мусорных полигонов и несанкционированных свалок. Это важная работа на будущее, которая обеспечит здоровую окружающую среду нам и нашим детям. Однако для глобального решения проблемы необходимо не только ликвидировать последствия, но и снизить в разы объемы привозимого на полигоны мусора. Эта работа потребует изменения законодательства и принятия ряда правительственных актов. Этим мы и займемся в ближайшие годы.